всем доброе субботнее утро в общем начинается оно дома значит с завтрака на завтрак я решила сделать тосты с семгой помидорка будет вот достала уже яйца для яичницы сковородку помыла сейчас буду готовить тосты вот со всем этим что вам показала но перед тем как начать готовить я выпью сейчас вот этот свой коллаген теплой водички пакетик сейчас растворю в общем тут beauty пепсид формула не подбирала это наташа поэтому я и в этом смысле доверяю насти сама такой коллаген тоже по утрам все сейчас не надо есть хоть и есть надрыв но плохо очень оторвается так вот отрезать пакетик и все высыпаем он завтрак уже готов конечно мне очень хватает здесь авокадо ну и так тоже будет вкусно янка уже во все точит чакает так что соседи уже вовсю уже соседи даже наверное спрашивает что вы там вкусно приготовили что такое чавка не стоит надо еще себе наверно чаек или кофеек сделать кофе надо с утра я имею право проснуться в 12 часов субботу точнее нет я проснулась 11 потому что потому что я отдыхала мне наконец-то выходной это сейчас соберусь поеду на работу так мои дорогие все я уже подготовилась выходить из дома поедут мариночки там хочу посмотреть что с терминалом у нас творить работает то не работает но заодно прогуляюсь вообще сегодня у меня день такой для меня очень провокационный в общем началось с того что у меня перестал работать вот вот этот вот мой чайник да и мне надо ехать покупать новый помимо этого мне только что позвонили с налоговой сообщили что я не оплатила налог на недвижимость ну вот на эту квартиру я знаю что я его не оплатила но не потому что я не хотела а я раз 20 заходила в свою программу банковскую потому что всегда когда надо что-то платить то есть я же не знаю какая сумма в этом году да я захожу и мне уже стоит начисленная сумма которым надо просто вот согласиться и оплатить я заходила раз 10-15 точно очень часто и все проверяла почему мне до сих пор налог на недвижимость не начислили вот хотя до 15 ноября должны были это все сделать точнее до 15 должна была уже оплатить в общем сегодня мне звонят налог не оплачен сумма такая приличная выставлено плюс уже пеня капает почти месяц вот сказали вы как бы собираетесь платить и говорю ну как бы то спасибо вам большое что позвонили письмо должны были прислать с этой суммы не прислали я говорю почему письмо не прислали они такие ну мы не всем высылаем я говорю ну поставьте галочку чтобы теперь всем высылали я говорю потому что ну как я могла узнать какая сумма на транспортный налог я мы посмотрели и сразу была сумма введена то есть мне не надо изучать да сколько там за транспортный налог платить почему за недвижимость такого не было вообще сказали что я должна в следующий раз сама идти в налоговую узнавать какую сумму в этом году мне надо платить вот хотя изначально они должны были либо сами выставить в программе либо отправить мне письмо не то не то мне не сделали вот так то есть мне вселенная сегодня сообщает о том что олечка надо как бы потратиться но с другой стороны конец года надо закрыть все эти вопросы надо найти эти деньги поеду сейчас на работу может там мариночка что-то наработала и заодно и сразу тогда я плачусь поеду да как-то не запланированные совершенно расходы что сегодня календарик календарик что говорит календарик говорит чтобы мы танцевали так как будто никто не смотрит так что танцуйте а я пойду одеваться и выходить ну посмотрите как у нас всего за одну ночь наши сугробы дети даже на горках умудрились успеть покататься и наш 15 градусный мороз превратился в весеннюю зеленую погоду теплую плюс пять уже все растаяло видите какая у нас тут погода слушайте я тут уже марина сколько я тут уже времени с тобой нахожусь часа два точно в общем и так с мариночкой заговорились разговорились чай кофе напились нет кстати еще не напились я кофе выпила ты себе чай сделала мне даже не предложила вот марин как-то вообще не серьезно да я смотрю себе налила мне нет главное даже не спросила вы сейчас смотрите мое видео предыдущие так что марина меня щелка меня челка старит или молодит сейчас самый главный вопрос почка были были вопрос платье какое-то синее или бежевое да там помнишь вот это так и здесь ровно разделились старит или молодит меня челка вот не ну я знаю что я щелка всегда другая но эта челка мне нравится у меня была челка когда я вот работала раньше и мне надо было быть очень строгой а причёска это ж может вас сделать либо строгой либо наоборот такой девочкой припевочкой либо более стильный либо более такой дурной дурной если дыбом волосы поставить почему нет причёска эйнштейна возможно я к чему и у меня была стрижка тогда у меня была очень четкая кре такое графическое и была очень короткая ровная ровная челочка и вот там я выглядела строго строго и постарше но мне это надо было потому что у меня было ходить на переговоры мне надо было команду свою постоянно ругать потому что не поругаешь они не сделают все показатели хорошие высокие в общем тогда мне надо было это я помню димка очень не любил эту стрижку ой он ее терпеть не мог вообще когда я была с этой с этим коры а сейчас вот оно такое больше оно знаешь какое оно сейчас образ у меня а мне кажется у меня сейчас образ такой до высокой моды вот я прям хочу кому-то такой знаешь такой фотку себе такую знаешь вот как это делает фотографии вот в журналах да где такая вот причёска комнате такие красивые выделены глаза знаешь профиль я слушаю с этой челкой я поняла как у меня охренительно красивый нос я никогда не оказался что у меня какой-то такой странный немножко вот а тут я влюбилась в свой нос реально с этой челкой я не знаю как это взаимосвязано я прям со всех сторон на себя смотрю и думаю боже как не повезло какой красивый нос мне передали родители спасибо большое маме и папе на самом деле у оказывается офигенный нос вот вот что значит подстричь щелку в общем я к чему и мне прям хочется какой-то такой знаешь фото такой фэшн вот это мне кажется вот этот образ он такой больше фэшн фэшн из моя профессия у меня сегодня да это сильный у меня сегодня ужасный день на самом деле я тебе рассказала с меня сегодня вселенная сосんだ финанс она забирает все деньги которые я как бы планировала на другой потратить она решила что меня не олечка перасти я чуть-чуть в другую сторону пойти вот ну значит окна но все все будет так как должно быть я думаю что она мне сейчас это все высосет с меня, для того, чтобы мне так, опа, и такой сюрприз. Три мешка денег. И я такая, опа. Нормально. Я ко всему нормально отношусь. Вот. Хочу пусть деньгами. Правильно? Хочу пусть деньгами. Деньги это такая. Энергия. Сегодня есть, завтра нет. Потом опять есть. Пришла, ушла. Вот. Все. Ладно. Теперь у меня есть чай? Отлично. А теперь мы будем пить чесмарин и даже чай болтать. Давайте я вам перед уходом покажу красоту, которую у меня в моем холодильнике. Вот. французская розочка. Анимончики. Кстати, Марин, я на днях видела фотографию махровых таких пьяновидных анимонов. То есть анимон, но он полностью, там много-много-много лепестков. Завтра надо попробовать заказать у наших. Может привезут? Они очень классные. Красного цвета вообще. Супер. Прям маки-маки-шмаки? Да, прям маки-маки. Надо будет попробовать заказать. Вот. Вот. Чуть-чуть тут всяких цветочков у нас. Можешь писать письмо Деду Морозу? Письмо Деду Морозу? Ну, Дед Мороз меня не потянет. Мои 100 желаний. Мне надо писать. Я только Вселенной пишу. Вот Вселенная, она изобильна. У Вселенной есть возможности потянуть мои амбиции, мои просьбы и мои желания. А Дедушка Мороз, он уже старенький для такого. У меня слишком много желаний. А вообще, чем больше желаний, тем, значит, мы интереснее живем. Что я недавно прочитала про Деда Мороза и про разбитую губу. Что, Дед Мороз разбил губу или что? Дед Мороз, ты получил мое письмо. Ой, интересный угол. Все, все, поняла, поняла. Ну, в общем, да, Дедушка Мороз, пусть деткам носит подарки. Так, все, Марин, я пошла. Не, поехала. Мне еще сегодня Янку везти. Точнее, Диме везти Яну в модельную школу, а мне ехать рядом. Ты же тоже знаешь, сколько надо энергии. Нет, мы ездим на моей машине. А, нет, просто так ехать рядом. Ну, ехать рядом на сиденье рядом, понимаешь? Надо же тоже контролировать процесс. Так что, да. Поеду сейчас домой, поставлю машину, потом приедет Дима, заберет машину, заберет Яну, я сяду в наглую на соседнее сиденье и поедем, повезем Янку на занятия. Я тебе говорила прикол, как она на прошлой неделе сходила на занятия? Из машины вышла, когда бежала на занятия, у нее сейчас подземный шаг. Такая, знаешь, вот так вот нагнулась, такая, как буквой Зю, побежала. Подъезжаем уже к концу занятия ее забирать. Выходит вот так вот. И прям несет, так сразу видно разница. В общем, мне очень интересно. Знаешь, это вот так у меня часто было, когда в школе я занималась танцами, и вот после того, как ты занимаешься танцами, и выходит... У тебя осанка, да? Осанка, плечи. Надо мне позаниматься. Яна говорит, у них там какое-то просто упражнение было, что типа к стене надо было становиться, ну и ровно-ровно около стены стоять, как-то так. И, по-моему, что-то, наверное, делали они еще около стены. И что типа вот там нам помогает. Надо сегодня спросить у Яны, чтобы ли за такие упражнения. Потому что я тоже хочу. Я тоже иногда, вот я сама замечаю, что я иногда так вперед плечи, и как в служебном романе. И пошла, скукожилась, и пошла по-быстрому. Вот, а надо же красиво, надо же себя нести. Кстати, надо посмотреть служебный роман. А, обожаю это кино. Да? Я вот люблю. Я, самое интересное, в детстве ненавидела фильм «Москва слезам не верит». Я его не понимала, он меня бесил, я не понимала, почему мои родители его смотрят. А как он мне сейчас нравится. Я его сейчас могу вот, когда, ну как-то вот, не знаешь, что посмотреть, что-нибудь поставить фоном. Вот это будет либо «Москва слезам не верит», либо служебный роман, либо «Девчата». Ну, «Девчата»-то вообще. «Девчата»-то вообще мы любим. Здесь один новогодний фильм, который ты ненавидишь. «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Ты ненавидишь, потому что каждый год показывают. А я, знаешь, скажу тебе, как сделать так, чтобы ты ее полюбила. Хочешь секрет? Я ненавидела всегда этот фильм про «Иронию судьбы» или «С легким паром», пока не уехала в Америку. Я жила в Чикаго, ну, когда был Новый год, я была в Чикаго. И вот мне, когда это был первый Новый год, во-первых, далеко от своего дома, от своей страны, от своих близких, и мало того, что он был далеко, меня и смутило то, что нету того, что напоминает тебе вот нашего, да, душевного чего-то. И вот именно там, когда я увидела у кого-то кассету, видеокассету еще тогда, «С иронией судьбы» или «С легким паром», и вот мы взяли посмотреть, и вот именно тогда я оценила, как это классно на Новый год смотреть это кино. Поэтому сейчас у меня ассоциация с этим фильмом не вот такая, что каждый год у нас его показывают, а для меня это сразу ассоциация, наоборот, с Америкой. У меня ностальгия по Америке сейчас. То есть тогда это была ностальгия по моей стране, когда я была в Америке, а сейчас сразу ассоциация с Америкой. Все, ладно, теперь пора мне дальше. Я бы с этой ручки могу запускать. То есть я запускаю с ручки, а еще есть функция такая, нажимаешь, раз фокусировка. То есть он снимает меня, а задний фон он чуть-чуть, немножечко так делает, ну, плюрит. Вот. Ну, можно и четко. Ну, смотри, сейчас вечер, классно снимает. Янка, ты где там делась? А? 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 Ты готова заниматься? Че? Че. Че. Мы сейчас на заправку приехали. Заправим мою машинку и поедем в магазин, наверное, искать чайник, который у меня сегодня перегорел. Надо купить новый. Да, мы с Димой сейчас, потому что суббота, а по субботам мы вместе с Димой возим Яну в школу моделей, и пока она занимается, мы ездим там, покупаем продукты, все самое необходимое. Вот. Ну, и потом уже забираем ее, едем домой. Так что сейчас вот на заправке около меня тут такая красивая желтая машина. Вон Дима там ходит по заправке. Пошел оплачивать. Бензин, наверное. А это я включала камеру, показывала ему, как снимает, рассказывала плюсы и минусы. Точнее, минусов пока я не вижу. Есть вещи, к которым мне надо привыкать. То есть это экранчик с какой-нибудь стороны, это кнопка, где включается, выключается. Вот. И, в принципе, наверное, пока с большего и все. Вот. А вообще, да, я очень довольна, мне очень нравится. Все. Поедем за чайником. Сценка. Родители ждут ребенка. Занятий. Димка, ты поспал? Дим? Ты вздремнул? Мне нравится, мне это все время тут не кормят. Где не кормят? У нас же там в багажнике много еды. В багажнике лежат, В багажнике лежат. Я тут сейчас сижу. В инстаграм у меня, в инстаграме появился очень такой приятный хейтер, настоящий, который мне пытается писать гадости, вот, и вызывает этим у меня еще больше улыбок и больше радости. Это как, на каждую гадость она у меня идет, моя собственная радость. В общем, а в ответ мои другие зрители, которые меня любят и ценят, они мне тоже начинают писать сообщения, меня поддерживать, вот, и поздравлять с появлением подобного рода хейтеров, вот. Говорят о том, что это, это очень хороший признак, это значит, что слава не за горами. Дима! Какой слава? Что значит какой? Слава, знаменитость, понимаешь, узнаваемость. Вот, так что, ну, зато и время быстрее проходит, а вообще, да, вот так вот мы уже сходили, в магазин все купили и лежим, ждем, когда Янка отзанимается и потом поедем домой спать. Наверное, спать. Дима, своди меня на дискотеку. Караоке? Я петь не умею. Я танцевать люблю, а петь не умею. Точнее как, танцевать люблю и умею, а петь не люблю и не умею. Главное громко. Ну, громко, да, могу. Ну, все, ты подходишь. Все, подхожу для караоке, да? То есть там главное громко? Да. Отлично. С ушками. С подружками. Ну, поставь ей варийку. Она на варийку смотрит, а не на это. Все. Идет ровно. Сразу видно, занятия были. Ну что, Янка сразу с Пандорой в сумке. Сразу, это называется, что купила, Яночка, это на всех. Здесь белый шоколад мой, а молочный твой. Чайник мы купили, новый, практически один в один такой, как у нас сломался. Год гарантии на него. Ну, нормально, сейчас я, надо будет его закипетить, поставить пару раз, чтобы запах вышел. Здесь по-быстрому покажу вам мандаринки, помидорки, авокадо, огурец, яблоки, макароны и батон. И сахар тоже закончился. Так, Яна, забирай шаверма. Моя по-гречески, твоя обычная. Так, что у нас здесь? Туалетная бумага, куда же без нее? Сыр, картошка, салфетки. Так, закончилась пергаментная бумага для выпечки у меня там. Ай, попить всякая разная водичка. Янка, смотри, что взяла, только я это на работу нанесу. То, что я тебе не дам есть. Это мне. Нет, это я на работу себе. Я тебе на работу взяла. Я иногда голодаю. И что? Так, мои дорогие, мы уже перекусили с Яночкой и чайник на заднем фоне сейчас будет греть. Несколько раз хочу его прокипятить, чтобы запах ушел. А я в свою очередь, так как у меня есть план завтра с самого утра и не будет возможности сидеть демонтировать вам видео. Решила сейчас сесть это сделать. Тем более, что уже пол одиннадцатого и сразу же побегу спать. В общем, в общем, мои дорогие, я хочу вас всех поблагодарить за ваши комментарии. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за то, что вы подписываетесь и за то, что вы смотрите мои видео. А также вы все участвуете и в моей сети Инстаграм. Сегодня с большим удовольствием пообщалась с вами в Инстаграм. Очень много кто мне писал личные сообщения. Это было очень приятно. И как раз было время, то есть пока ждали Яночку посидеть, поотвечать, послушать и почитать ваши сообщения. Поэтому пишите, подписывайтесь. Мне очень-очень приятно. Ну вот, и чайник закипел. Пойду выливать воду, наливать новую. А вам всем говорю. До новых встреч. С вами была Оля. Скоро опять увидимся. С вами был Игорь Негода.